Ухаживать за городами и поселками, как за родным домом. Сотни тысяч жителей области приняли участие в республиканском субботнике. О желании присоединиться к общему делу заявили трудовые коллективы, общественные организации, спортсмены и артисты. Все подробности в сюжете наших корреспондентов. Республиканский субботник в год малой родины. В этот день в свои родные края приехали те, кто по долгу службы покинул города и деревни, где прошли детство и юность. Места, с которыми до конца жизни человека связывают самые крепкие корни. Так, родной Хоникский район посетил заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Живняк. Вместе с помощником президента, инспектором по Гомельской области Юрием Шулейко и заместителем председателя областполкома Владимиром Приваловым он занимался посадкой леса рядом с райцентром. Это просто радость, я скажу вам честно, поскольку понимаешь, что ты посадил то дерево, которым будут наслаждаться другие даже поколения. Поскольку оно растет не год и не два, и не одно десятилетие. Это здорово. И если каждый так в стране посадит хотя бы из десяток деревьев, а может быть хотя бы одно, наверное, это будет здорово. Основная задача, которую мы преследовали и преследуем на сегодняшний день руководство области, это приобщение человека, человека труда, именно к наведению порядка на той территории, где он проживает. Чтобы и молодежь, и взрослое население понимали ту ответственность за малую, большую родину и за ту территорию, где они живут. Чтобы нам было не стыдно смотреть друг в друга в глаза, идя по улицам, находясь в лесу. И действительно, каждый человек должен в этот день приложить максимум усилий для наведения этого порядка и чистоты. На субботнике в родном Гомеле работал министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов. Он участвовал в посадке деревьев в одном из новых микрорайонов на Шведской горке. Вместе с высокопоставленным земляком в благоустройстве участвовали и работники предприятия «Красная гвоздика». Высаженные вдоль пешеходной и велосипедной дорожек деревья со временем должны затенить зону отдыха для большего комфорта и красоты. На аллее появилось около полусотни осин и кленов. Гомель растет и развивается, но статус «зеленого города» он должен сохранить, отметил министр. Для меня большая честь участвовать в мероприятиях по благоустройству города Гомеля, родного города, где я родился, где я вырос. Я уезжал из города, этого микрорайона еще не было, здесь сегодня уже люди живут. И наш маленький вклад в виде создания такой аллеи, я думаю, что жителями города будет оценена по достоинству. Работа кипела в каждом районе областного центра. Вместе с жителями Гомеля благоустройством родного города занимались представители местной власти. Так председатель Гомельского горосполкома Петр Кириченко вместе с педагогами средней школы номер 66 высаживал деревья. Берег озера у Волотовского пляжа украсили 50 молодых верб. Очень много уже сделано, еще есть определенные работы. Ну и, конечно, большой фронт работ сегодня. Вот я проехал немножко по городу, видел, сколько людей вышли, гомельчан. Кто-то красит, кто-то садит деревья, кто-то подметает, убирает мусор, который остался после зимы. То есть я очень благодарен всем нашим гомельчанам. Это показатель, признак того, что действительно наши люди любят свой город, гордятся своим городом. А главное, они делают все для того, личным своим участием, для того, чтобы этот город был еще лучше. Чистый дворик – таким был девиз депутатского субботника, который прошел в Гомеле. Для его проведения создали четыре депутатских штаба. В них заранее проанализировали пожелания избирателей, старались благоустраивать и убирать территории, которые наиболее остро в этом нуждаются. Благодаря этому на условной карте локации субботника появились новые пункты. Например, впервые наводили порядок в Новобелецком лесу около детского дома. Он соединяет новостройки и детский дом и давно стал удобным местом отдыха гомельчан. Поэтому руководство детского дома вместе с депутатами решили очистить лес от мусора, который оставляют отдыхающие, убрать сухие ветки и выгрести прошлогодние листья. Мой избирательный округ находится на территории Новобелецкого района, поэтому определили территорию, которую увидели, что она нуждается в уборке. Тем более, рядышком находится детский дом, рядышком находится детский санаторий. Поэтому хочется, чтобы детки наши, выходя в лес, видели чистоту, порядок. Чтобы природой можно было любоваться не только в лесу, высаживали деревья и вдоль центральных улиц Гомеля. Субботник объединился с экологической компанией «Обустроим малую родину». С участием сотрудников Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды сажали липы на Реческом проспекте от улицы Сосновой до Косырева. Обустроим малую родину. В рамках этой акции мы участвуем при посадке деревьев в советском районе города Гомеля. Вторая часть комитета у нас участвует в посадке деревьев на рекультивированном мини-полигоне в Ветковском районе. Там где-то порядка 1,2 гектара земли будет засажено. Я гомельчанин, поэтому, участвуя в городе Гомеле, навожу порядок на своей малой родине. В Гомеле и области не только занимались восстановлением леса, благоустраивали памятные места, но и работали на социально значимых строительных площадках. На одну из главных стройплощадок в областную клиническую детскую больницу отправился молодежный десант. Десятки молодых людей помогали в уборке строительного мусора и благоустройстве. Сегодня сюда пришли будущие медики, будущие строители. И работы, которые они выполняют, они выполняют общего характера. Что-то переносят, копают, красят, помогают, чем могут. Я, как студент Гомельского государственного медицинского университета и как будущий врач, лично для меня это значимый объект, колоссально значимый. Это и новые рабочие места, это новое отделение, новые технологии. Это большая помощь детям. И важно то, что мы участвуем, мы помогаем и свой вклад сюда вносим. В Гомельской области на республиканский субботник вышло более 430 тысяч жителей. Из них более 136 тысяч гомельчан. Всего они заработали около 1,2 млн рублей. Половину суммы направят в республиканский бюджет, вторая часть останется в регионе. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Максим Савин, Евгения Кухаронок. Новости недели.